здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился ну а я продолжаю делать свои замечательные добавки это не просто добавки девочки-мальчики а это уникальные приправы которые не просто вкус придают изумительный они еще и лечат во первых это моё хобби и наверное вся моя интернет семья и моя семья заражена этим хобби потому что это приятно это все время вы являетесь автором какого-то нового какой-то новой композиции это искусство это искусство а что на втором плане то я приготовила своим мальчишкам это у меня сладкое значит здесь это что такое это французская выпечка друзья мои это сладкое я сделала сладкие пирожки и конфетки как их делать внизу я ссылочку сброшу смотрите всегда в описании внизу смотрите там есть разные всякие ссылочки которые не открываются ну что ж не открываются которые открываются открывайте смотрите и наслаждайтесь рецептами вот это очень полезные печеньки к чаю делаются уникально просто а рецепт что чего там только нет но они очень вкусные и полезные я их сверху посыпаю а вернее я их обваляла полностью в сахарной пудре с какао поэтому цвет вот такой вот интересный цвет ну естественно кунжут кунжут люблю добавлять в печенности получается вот так вот красиво мальчики конечно ждут чая сейчас и будет чай и так дорогие мои что же сейчас я буду делать и опять моя заветная моя заветная кофемолочка она перемалывать умеет все все скажет рекламе я ничего не рекламирую я наслаждаюсь все что я говорю я говорю от души я наслаждаюсь говорю для своей семьи и для своей интернет семьи я благословляю то что знаю хочу чтоб знали все не хочу скрывать не хочу делать пироги и говорить о какие вкусные пироги но рецепт знаю только я оттуда никому все просто гениально вкусно сына вкусно но отлично я рада что тебе нравится и так вот слышали да баночек мой хвалит меня а это самое главное все остальное ерунда сейчас я буду делать вот это вот у меня приправы для каши для супчиков для всего я подписываю обычно чтоб мои мальчики могли открыть спокойно взять ложечку и добавить например они запаривают кашу пусть это будет овсянка утренняя до запариваем кладем овсянку и обязательно в эту овсянку кладем вот такую смесь как приготовить эту смесь внизу будет ссылочка дальше это одна добавка я бы сказала что это добавка 1 чайная ложка достаточно без верха а вот это для мяса для мяса тут не нужно много слегка посыпали и все что мы делаем предварительно вам нужно будет приобрести тмин и вам нужно приобрести кориандр и также кунжут все три семени нужно прокалить слегка на сковородочке и тогда в этот момент они раскрываются это не нужно делать долго не нужно ни в коем случае жарить слегка прокалить и вот когда идет этот запах каждое семя отдельно один к одному все делается один к одному когда говорят рецепт сколько ну например одну столовую ложку кориандра одну столовую ложку кунжута и одну столовую ложку тмин вы знаете кориандр это целитель тмин это целитель и кунжут по-своему хорош кориандр это лекарственное сырье лекарственное это не просто целитель или какая-то добавка это и рано заживляющие противогеморройная и желчегонные и более утоляющие антисептик мощный вообще это кинза вот я беру вот он у меня уже пожаренный видите и кладу и кладу я его много кладу потому что в кофемолку и буду сейчас перемалывать пока буду перемалывать буду вам говорить вы знаете это лекарство и кориандр очень подходит вкусу для мяса почему для мяса потому что он знаете у него такая деятельность усиливает пищеварительные железы работу пищеварительных желез и вот поэтому с мясом отлично да кстати у кого нервные болезни и истерия настой прекрасно и еще от глистов поэтому обязательно всегда добавляйте кориандр это средство от глистов но сначала нужно прокалить на сковородочке еще раз говорю чтобы это были сухие это и измельчить всегда старайтесь измельчать очень-очень-очень кстати один грамм три раза в день за два часа до еды на ночь это вот кориандр это средство от листов а если бы еще ой ой какой запах пошел вот такой вот у вас получается вот такое вот кино у нас получилось вы видите вот он красивый такой интересный нужно наверное еще немножко перемолоть потому что я вижу что там сильно крупный помол а мне нужно мелкий мне надо прям чуть ли не в муку а запах изумительный конечно я помельче сейчас еще одну я отключусь на секунду ну вот и все такой помол не подходит и так я когда рассказываю я стараюсь дать более информативное видео для того чтобы и рецепт мои детки записали значит если мы возьмем одну чайную ложку семян перемолотых тыквы и возьмем один грамм натощак последнее питание например у вас было в 6 часов вечера а в 9 натощак вот нужно съесть эту смесь и будет замечательно завтра утром проснетесь натощак натощак после того как вы водеечку выпили все походили побродили тоже съели завтракать пока нельзя через два часа только можно но если у вас борьба с гристами ну что делать потом в обед натощак опять-таки только через пару часов можно кушать и опять на ночь и так сделайте три дня потом через десять дней опять повторить курс трехдневный не будет ничего а если вы постоянно добавляете в мясо туда-сюда то у вас не будет никаких глистов не будет ничего вот это то что касается кориандра кстати там очень много каротина рутина аскорбинки вот у кого аскорбинку не продает кто-то мне говорил что у нас а кто-то говорил что ацетилсалициловую кислоту не продают у кого не продают ацетилсалициловую кислоту это аспирин аспирин продают во всех странах мира даже есть такой растворимый германии девочки везде средства а теперь в наш состав наши приправки входит кунжут я беру вы знаете кунжут бывает черный бывает белый я беру кунжут беленький мне сейчас он вот кунжут белый и тоже мне его нужно хорошенько перемолоть кстати я обожаю свою приправку гамасио очень простая и хорошая и опять-таки проколите кунжут немножко я отключаюсь чтобы вам не мешать я перемолола кунжут и какой же он запах дает когда слегка поджаренный вот кунжут также уходит я проколылила чуть-чуть буквально немножко чтобы у меня не поменял своего цвета потому что когда меняет цвет кунжут например то это уже поджарился это уже не есть хорошо слегка иногда не прокалываю когда-то про кунжут у меня есть видео поэтому я о нем сильно много не рассказываю просто говорю что все один к одному мы добавляем не забывайте один к одному я обычно вот такие вот заправки делают целиком полностью и вам просто сейчас показываю по быстричку перемолоть перемолоть все помешать я вам по быстричку показываю потому что вот это вот три ингредиента но такая уникальная приправка добавка просто для мяса супер естественно увлекаться не надо потому что вы поймите что кориандр и вот сейчас тмин 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 тоже обязательно немножечко на сковородочку чтобы он раскрылся кстати потому что он должен быть очень сухой в тмине такая особенность что его можно хранить 7 лет представляете если у вас просушенный хорошо 7 лет тмин очень я люблю вот он вот такой вот такой вот тмин видите я его очень люблю потому что тут много витамина е есть масла с тмином очень много витамина е в тмине это мощный антиоксидант он от старения вы знаете устраняет головную боль и облегчает состояние при желудочных коликах кстати в индии много веков уже жуют тмин берут несколько зернышек и жуют для дезинфекции полости рта вы знаете существует около 30 сортов тмина представляете римский корейский черный как какого только вот и он очень хорош будет у кого астма это тоже лекарственный как и кориандр с ним нужно быть осторожно очень осторожно потому что он лекарственный очень хорошо помогает у кого астма респираторные кто болеет часто респираторными заболеваниями как простуды бронхиты трохииты и так далее и еще хочу предупредить что это натуральное слабительное слегка слабительное средство и это изумительно и это изумительно не надо ничего покупать бежать в аптеку а если по чуть-чуть то это вообще хорошо я хотела бы вам сейчас сказать от простуды простое средство потому что ну у многих детки пошли в школу у кого то это не бегите в аптеку за химией не травите маленькую печеночку своих деток пожалейте их пожалейте что нужно сделать нужно 2 чайные ложки тмина на 1 литр кипятка запарить и 10 минут на водяную баньку поставили подождали употреблять нужно 50 миллилитров 3 раза в день деткам и 100 миллилитров 3 раза в день это взрослым кстати очень хорошо чистит печень и от геморроя также очень хорошо и кориандр тоже от геморроя но тмин почему тмин потому что он слабит он не дает вот напрягаться кишке и не треснет ничего не случится в общем замечательно и хорошо вот эти когда три изумительных ингредиента вместе я забыла нажать на стоп ну вот и все готов наш тмин про тмин вообще нужно говорить отдельно потому что это уникальное средство как и кориандр если у меня когда будет возможность и я займусь кое какой профилактикой я это буду делать вместе с вами то есть я включу камеру как я вот делаю сейчас например у меня закончилась мясная приправка один раз я ее делала без вас а потом думаю ну как же я своих девочек и как я свою семью обделила нужно показать потому что ну мальчишки они же наверняка забудут Наташа смотрит вот она будет делать вот такие вот красивые композиции потом она свои добавлять будет она же в Греции Наташенька у тебя там много всяких травок в Греции пройдись пособирай по экологически чистым районам вот у меня много чего знаешь и делать нужно вот такие приправки это и интересно я не знаю мне это интересно потому что очень много информации узнаешь о каждой травке когда ты кладешь ты уже знаешь ты уже знаешь что и как кстати тмин очень хорош при лактации так что девочки которые грудью кормят им очень хорошо будет укропчика немножечко тмина добавлять или делать в чайне несколько зернышек добавлять себе и тмин и укропчик вот всегда добавляйте себе в чай тмин и укропчик пока вы кормите деток и у них животики болеть не будут и все будет хорошо вот но я сейчас буду дальше продолжать это дело потому что мне нужно заполнить полностью вот так полностью я просто показала начало вам и какой это запах изумительный и добавляем вот так вот понемножечку по чуть-чуть насыпем на мясо я обычно на филе куриное и кстати для рыбки тоже прекрасно прекрасно и с рыбой сочетается и с мясом а я вас всех люблю будьте благословенны вы и ваши родные и близкие люди пусть бог хранит вас бережно на каждом шагу и во всех сферах все все а все ко мне это она она по по